Рулетка Не стоимость прокрутов, а в виде вертикальной таблички, начиная с 20 голды за первый прокрут и заканчиваем 1950 за последний. Если просуммировать полностью все прокруты, то 15 прокрутов, как и прошлая рулетка на крушителя, обойдется в 15500 голды. Причем здесь нет такого, что на последнем прокруте, на предпоследнем скорее всего внешний вид, потому что у крушителя своего внешнего вида отдельного нет. Он просто вот такой как есть и вы ничего в нем не можете поменять, кроме того, чтобы поставить на него обвес. Мне лично больше нравится огнегарпун на этой тачке, поэтому считаю, что обвес D2 здесь вообще не в тему. В отношении того, что здесь положили, почему я сказал, что в принципе хламовая рулетка, потому что здесь очень много хлама. Анимированный аватар, как мне кажется, никому не нужный, 3 раза по 50000 серебром, что крайне дешманско, 2 раза по 2000 свободки, что после рулетки, в которой можно было взять по 7500, ну прям совсем глаза режет. В отношении иксов, ну окей, хорошо, подойдет тем ребятам, которые пытаются что-то прокачать. Есть огнегарпун, который сюда положили, тогда не понимаю, зачем D2, но спасибо, что он здесь тоже присутствует. Ну и соответственно, бустерочки, которые в целом, ну могут помочь вам прокачать какую-нибудь веточку, хотя далеко не самое лучшее, что в рулетке ты хочешь получить. Есть еще один аватар, уже не анимированный, и внешний вид, который подходит абсолютно на любые танки. Короче говоря, кроме крушителя и вот этого вот контейнера, из которого чисто теоретически вам может выпасть кто-то из плохой компании, больше ничего интересного здесь по факту нет. Крутить буду на своем твинковом аккаунте, здесь у меня есть запас прочности. Идти до конца не планирую, планирую покрутить буквально там тройку-другую круток, для того, чтобы посмотреть, а вдруг выпадет из первых прокрутов, по одной простой причине, потому что в точно такой же рулеточке я крушителя на основу себе забрал с последнего прокрута и за всю рулетку заплатил ровно 15,5, то бишь стоимость вот этой сегодняшней рулетки. Ну и поскольку на твинке я не гоняюсь за крушителем, поскольку на основе он у меня есть, не вижу смысла сливать свою голду в ноль для того, чтобы получить танк, который и так у меня присутствует на моем самом главном аккаунте. Я получаю за 50 голды 2000 свободного опыта. В целом... А, за 50, за 20. За 20 так вообще классно. Считаю, что в целом нормально, повезло. Что касается серебра, я не готов за это серебро даже один голдовый платить, потому что я лучше поиграю на премии, которые я себе честно купил, ну и, соответственно, заработаю то же самое серебро. Обвес D2. Ну окей, хорошо. Опять-таки, за 30 золота обвес я бы, наверное, себе на танк вполне спокойно купил. D2, в принципе, смотрится неплохо и на многих машинах действительно в тему. 50 золотых отдаю за 50 тысяч серебряных. Крайне невыгодный... Крайне невыгодный прокрут. Но по большому счету, ребят, в первую очередь будет падать все самое дешманское. Будут падать вам аватары, будет падать серебро, будет падать свободный опыт и, поверьте мне, крайне, крайне малое количество игроков сможет забрать себе крушителя, скажем так, в первой половине рулеточки. Ну а что касается остальных, то я думаю, что заберут исключительно на там предпоследнем или, скорее всего, вообще на последнем прокруте. 300 голды следующий прокрут и давайте посмотрим шансы на крушителя. Составляет 1,27. Ну, спасибо, что хотя бы не вот эти вот, знаете, 0,4%, которые прям совсем душу разрывают в ноль, а целых больше 1%. Ну что, давай. Давай удиви меня в этот раз. Удиви и расстрой. Потому что если я сейчас достану крушака раньше, нежели половину рулетки пройду, меня это очень сильно удивит. Это, во-первых. А, во-вторых, расстроит, потому что что же мне так в прошлый раз не фартануло на моем основном аккаунте. Даже не знаю, чего я больше хочу. Чтобы он выпал или чтобы он не выпал. Потому что если он выпадет, расстроюсь. А если он не выпадет, расстроюсь, потому что голду слил, получается, в никуда. Что смотрим по шансам. 1000 голды следующий прокрут. 2,74. То есть шансы поднимаются существенно. С высокой долей вероятности я заберу себе либо бустеры боевого опыта, либо заберу себе кредиты. Честно говоря, не вижу никакого смысла для себя лично крутить данную рулетку дальше. Потому что, как я уже говорил, крушак у меня есть и за ними я не гоняюсь. Что в отношении прокрутов. Ну вот я, получается, дошел до 9 прокрута из 15 возможных. То есть, по факту, половину рулетки я прошел. Дальше сливать голду в унитаз не имею никакого желания. Давайте лучше перейдем ко мне на основной аккаунт и покатаемся на крушителе, чтобы посмотреть, на что он сегодня способен. Перед тем, как ренемся в бой на крушаке, давайте кратенько его обсудим. Машина действительно крайне нестандартная и подойдет, безусловно, не каждому танкисту. В нем есть огромное количество плюсов и в то же время присутствуют, безусловно, существенные минусы. Что я лично считаю существенным минусом? Дикое, просто дикое время сведения, с учетом того, что оборудование в двух слотах установлено именно на этот показатель. В отношении оборудки я у себя поставил на калиброванные снаряды. Поначалу катался на досылателе, потому что хотелось ускорить его перезарядку, которая действительно для седьмого уровня, ну, я бы сказал, немаленькая. Но потом понял, что все-таки лучше ставить калиброванные снаряды, по крайней мере, мне так комфортнее. Не надо меня порицать в комментариях в отношении того, что я неправильно ставлю оборудование. Я ставлю оборудование неправильно или неправильно. Я поставлю его так, как мне комфортно и этого же вам желаю. Не смотрите ни на кого, кто как играет, делайте так, чтобы удобно было именно вам и никого не слушайте. Я себе поставил на калиброванные снаряды, добавив себе пробития на 7 единиц по базовому снаряду и на голдовый плюс 25, что действительно существенно стало мне помогать. Это лично мой опыт, свой пишите обязательно в комментариях. Что еще хочется сказать? Точности у орудия, безусловно, нет, но порой сам удивляешься, как это так происходит, что точно прилетает. Огромный плюс данного танка это просто мега урон. 640 единиц на базовом снаряде и на голдовых 545. Что касается осколочно-фугасных, так это ваншотер для многих танков 960 единиц урона с пробитием в 94. Ну то есть, в принципе, семерки, шестерки отлетают по бортам и по корме в ангар с одного выстрела довольно-таки часто. Угол склонения орудия вниз безбожно неприятный. Минус 6 это с учетом того, что орудие находится ну прям в край высоко, поэтому выцеливать какие-то, допустим, картонные нижние бронелисты получается далеко не всегда. Да уж, тем более, если где-то играешь от неровности в какой-нибудь такой проекции, когда а-ля на горочку поднимаясь, пытаешься из-за нее свеситься. Но в то же время у Крушака есть и позитив. У него есть броня, которая играет довольно-таки часто именно в вашу пользу. Поехали в бой, там дорасскажу свои впечатления от данной машины. Ну что, друзья, погнали. Давайте будем начинать обсуждать все как обычно и начнем с подвижности. Подвижность для Крушака приемлемая. Да, хотелось бы, безусловно, передвигаться как-то быстрее и здесь сразу уйду в сторону от обсуждения к вопросу того, насколько комфортно на данной машине играть конкретно с сенсорником. Мне лично очень дискомфортно. Подвижность такая, что вроде бы ее хватает, но когда ты где-то в каком-то замесе или когда ты пытаешься куда-то успеть, такое ощущение, что ты сейчас пальцем реально продавишь экран и, соответственно, испортишь свой девайс. Ну, порой все-таки действительно не хватает. Но в целом терпимо нормально. Крутиться на месте, я бы сказал, вяло и здесь больше дискомфорта, нежели удобства в игре. В отношении орудия тоже далеко не самый лучший вариант для сенсорных устройств. Сводится долго, немножко дискомфортно выцеливать кого-то, ну и, соответственно, на компе играется совсем по-другому. В отношении потенциальных возможностей тачки, потенциальные возможности просто ошеломляющие. За какие-то там, ну не знаю, 4-5 выстрелов ты можешь вполне спокойно занимать первое место в своей команде по урону, ну или входить в двойку лидеров так уж точно. Так, получится, нет? Получится. В этом прелесть крушака. Пробитие на фугасах для седьмого уровня очень добротное, если поставить калиброванные снаряды. Ну и плюс к тому довольно-таки классный урончик за каждый выстрел. В отношении точности машины. Точностью особой не обладает. Как ни крути, многие игроки делают огромную ошибку, играя на крушаке как на ПТХе. Ну я ж типа альфач, значит надо стоять где-то вдалеке и по засветам накидывать бешеного урона. Но только на крушаке это не работает, потому что точности орудия нет, разброс большой, да и скорость полета снаряда, я бы сказал, далека от идеала. Поэтому на крушаке стоит работать на средних, а желательно на ближних расстояниях. Единственное что, вам нужен кто-то, находящийся рядом с вами, для того, чтобы вы вполне спокойно могли перезаряжаться. 944 единицы урона. Ну, согласитесь, для седьмого уровня практически косарь, но это просто заоблачная цифра. Давай. Нет, не едешь сюда. Ну и слава богу, как говорится. Едем дальше, перезарядились. В целом 16,5 секунд поначалу играется очень сложно, но в дальнейшем ты действительно нормально с этим справляешься. Борт башни у Эмиля. Был борт башни и нет, ни борта, ни башни, ни Эмиля. Короче говоря, крушак эта тачка действительно крутая. Считаю ли я его имбой? Ну да, в чем-то безусловно. Единственное, что меня смущает в крушаке, это то, что не каждый бой у вас будет ровно одинаково хорош от боя к бою по результатам. Порой бывает такое, что в бой заходишь, где-то что-то как-то не сложилось, но и, соответственно, тебе намяли бока и отправили тебя отдыхать, потому что крушак, в принципе, тачка-то не маленькая. И да, безусловно, по сравнению с какими-то другими танками у него есть броня, но все-таки по бортам башня пробивается абсолютно спокойно. То же самое и с корпусом. Да и спереди, если постараться на каких-нибудь точных дыроколах выцеливать серые зоны даже во лбу башни, не составляет абсолютно никакого труда. Поэтому крушитель машина неоднозначная. Я бы так его характеризовал. И в чем-то, знаете, есть такая шутка, они были похожи между собой, потому что у каждого из них был нос и по два глаза на каждого. Так вот так и с крушителем. Он очень сильно мне напоминает по геймплею бабаху. Вот на бабахе ты тоже можешь заехать в бой, сделать несколько удачных выстрелов и быть в топе своей команды по урону и при этом помочь команде одержать победу. А можешь заехать, отхватить тройку-другую лещей и отправиться жевать сопли в ангаре и выбирать другой танчик для того, чтобы в бой ехать. То же самое приблизительно и с крушителем, но только все-таки крушак на своем уровне гораздо интереснее, нежели бабаха на своем десятом. 4140 единиц урона, тройка другая сделанных фрагов. По фарму серебра 156 тысяч, но это с учетом того, что у меня активировано все, что только можно активировать. Есть прем-аккаунт, есть бустеры кредитов и все это безусловно дает о себе знать. Это не фармер, это про фан, про удовольствие и про веселье в боях, если ты ваншотишь и накидываешь практически под тысячу урона, когда закидываешь фугасные снаряды. Вот вам пожалуйста, первое место в команде по урону, опять-таки дает о себе знать. Просто мега уникальное орудие для своего уровня. Стоит ли заиметь крушака? Ну не знаю, наверное стоит, потому что танк-то все-таки уникален и интересен. Ну и в отношении конкретно моего опыта, как вы видели, из рулетки, пройдя половину этой рулетки, я крушака себе не достал. Но из прошлой рулетки вот этого забрал за 15 с половиной. И да, абсолютно об этом не жалею. Если бы выставили его на продажу, то я думаю, что за десятку я бы его взял. Почему так? Потому что тогда с рулетки я еще там что-то пополучал. Ну и в целом считаю, что в минус я не ушел. Я пошел снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, грамотно принять решение крутить ли рулетку на крушителя. Везение в этой рулетке, если будете ее крутить. Ну и обязательно от меня лично мира и спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok